Привет, друзья! С вами снова Роман и у нас очередной интересный объект. Общая площадь укладки будет 43 квадратных метра, несколько стыков вот с шестиугольной плиткой. Тут вот такой в коридоре. Дальше с кухни переходит такой же стык. Дальше здесь мы отделяемся. Тут будет укладка ламината прямая от послета такого плана. Дальше мы отделяемся порожком и здесь пойдут эти две комнаты и вот эта гардеробная по диагонали. То есть с этого угла начнем и здесь закончим. Помимо, что укладка будет, укладываем плетку пронизационную, используем гель для защиты швов. Также по настоянию заказчика. Так особо он не требуется для ламината. Ламинат будет с лицом перспектив. Такой вот интересный коричневого цвета с фасочкой, пирюльный, неплохой ламинатик. Ну а каких-то технических моментов я вам по позе включусь расскажу и покажу, соответственно, как это у нас происходит. Да, такой объект сразу, у мастера были тут не особо такие чисто плотные. Тут уже обои поклеены, но грязь это мы уже тут пропылесосили. Здесь частично, сейчас еще будут пылесосить, вот сможете в каком состоянии плитка и все тут грязи. Как заказчик сказал, это они еще в том на мусор уже вывезли. И как не просили мастеров, кто укладывал плитку, сделать ее с расчетом ламината и подложки, толщину вывели. Вывели они практически ее в ровном с ламинатом. Так что будем укладывать и, скорее всего, вот сейчас уже уровень, а плюс тут, там подложка еще 2 миллиметра, чуть-чуть прям, но выше получится ламинат, чем плитка. Но будем это как-то исправлять, сейчас боролся с этим, с помощью клей все равно там будет. В общем, погнали. Так как на стыке с плиткой ламинат будет частично приклеен, то поверхность основания у плитки нам необходимо прогрунтовать с целью обеспылить, чтобы клей приклеил ламинат. Продолжение следует... Ну что, друзья, на сегодня мы завершаем 7 часов вечера, будем доделывать завтра. Короче, вот что у нас получилось здесь, вот герметиком, да, вот стык тоже. Все круто-круто-круто. Остается на завтра мне вот этот стык сделать, все подгонять буду, уже геморройная работка будет. И тем временем напарник вложил в эту комнату по диагонали, все, вышли вот в эту... Ну и, короче, делу, ерунда, сейчас и коморки. Ну, да. Тут разделили по рожкам специально, да, потому что тут ламинат приклеен, поэтому, как бы, чтобы не рисковать. И тут решили все-таки по диагонали укладывать, поэтому направление другое, по-любому по рожкам где-то, наверное, вот решили здесь его поставить. Еще хотел пару слов о пробковой подложке. Вот бывает, продается двухмиллиметровая дешевая подложка, там, в Леруа она бывает. Вот, смотрите, вот такая плотность у нее, и она крошится, как ее резать, вот, пытаясь резать, она вся рвется, осталась при любом неудобном движении, она прям, как это, ну, в общем, она какая-то пересушенная. Не знаю, это очень такая дешевая, на 2 слез, может, и то она крошится, короче, неудобная и хребового качества подложка. Но она все равно, вот, рулон, ничего с него, новый был в дырке, она вся, он, крошка, ее идет, идет. Так что берите нормальную подложку, если вы себя делаете. Попробую перерез использовать. Ну, в принципе, даже при помощи нее получилось немножко отметь, но, по большому счету, бестолковая штука, эти смещаются. Так что... Ну, вроде аккуратненько. Вот так. Вот мы затверили плитку и ламинат скотчем. Сейчас затрем герметиком. Нетростик и флекс. Коричневый герметик. Ну, вот, собственно, мы и завершили этот довольно-таки непростой объект. Да, то есть, швы с плиткой мы затерли герметиком коричневым. А когда плитка отмоется, я думаю, все это поаккуратнее будет выглядеть. Вот. То есть, с ламинатом никаких проблем не было. Квикстеп, как всегда, на высоте. То есть, ни брака, ни каких-то сложностей при сборке. Все замки соединяются нормально. Все как бы должным образом. То есть, ламинат этот вполне я рекомендую. И как бы достойный выбор будет. С диагональю тоже у нас проблем не возникло. Все получилось красиво, достаточно здорово. В общем, вот так вот мы это все и завершили. Заказчик тоже остался доволен. Ну, кому было полезно это видео, обязательно ставим лайк. Подписываемся на мой канал. И увидимся, естественно, в новых видео. До новых встреч.